Добрый день. Студия Купова, инфрационное агентство правительства Нижегородской области начинает свою работу на втором международном бизнес-саммите. Сегодня среди главных его событий станет открытие Центра сопровождения клиентских операций Сберегательного банка Российской Федерации в IT-парке Анкудиновка, где губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и председатель правления Сбербанка Герман Греф подпишут соглашение о сотрудничестве между правительством области и банком и обозначат его важнейшие аспекты на ближайшие перспективы. Кроме этого, здесь же в IT-парке Анкудиновка состоится пленарное заседание второго международного бизнес-саммита 2013, в котором примут участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Юрий Титов и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Также сегодня откроется инвестиционно-строительный форум «Домостро-экспо-2013», мероприятия которого будут проходить на площадке Нижегородского театра юного зрителя. Организаторами форума выступают правительство Нижегородской области, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и Российский союз строителей. Целью проведения форума является повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, строительного бизнеса, кредитно-финансовых институтов, СМИ и общественности в разработке и реализации инвестиционно-строительной политики в Нижегородской области. Еще одно значимое событие сегодняшнего дня – это инвестор «Демо-дэй». Данное мероприятие пройдет при поддержке Союза технопарков России. Инвестор «Демо-дэй» является завершением логической цепочки мероприятий, которые проходили по всей стране, в том числе Международного молодежного бизнес-форума «Поволжье-2013». По итогам их работы были выбраны лучшие проекты, которые покажутся потенциальным инвесторам. Для их авторов и разработчиков это реальный шанс получить финансирование на развитие своего бизнеса. Кроме того, на всех площадках бизнес-саммита будут проходить круглые столы, семинары и конференции на актуальные темы, а у нас в студии «Купол» ожидается большое количество интересных людей, с которыми мы будем говорить об инвестиционной привлекательности Нижегородской области для потенциальных партнеров, обсудим вопросы кадров потенциалов региона, условия работы предприятий малого и среднего бизнеса, инновации в образовательном процессе, молодых специалистов и много других интересных тем. И первые гости у нас в студии – это заместитель министра образования Нижегородской области Илья Коршунов, председатель консультативного совета кластера промышленной биотехнологии 2021 Манфред Кирхер. Доброе утро, господа. Вчера в рамках бизнес-саммита открылся образовательный промышленный форум «Инновационное образование локомотива технологического прорыва России». Расскажите, какие темы обсуждались на совместном свидании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства образования и науки Российской Федерации? Вы знаете, я скажу, что когда инвестор принимает свое решение о размещении того или иного производства, то первый вопрос, который он рассматривает – это вопрос кадров, потому что оборудование и технологии у него уже есть, а вот кадры – это то, что предоставляется здесь, на месте. Поэтому развитие кадрового потенциала на той территории, которая является объектом привлечения инвестиций, конечно же, находится фактически на первом месте. Мы рассматривали вопросы, связанные с подготовкой рабочих кадров, инженерных кадров и с подготовкой кадров предпринимательства, потому что инвесторы также, рассматривая место для выбора, инвестируют в инновационную команду, которая готова взять на себя развитие того или иного бизнеса. Поэтому, наверное, можно сегодня сказать такой момент у нас, когда кадры решают все. – Ну, это да, это известная технология. А какие у нас тенденции или инновации происходят сейчас в образовательном процессе для подготовки кадров? – Опять-таки, нужно посмотреть по всем направлениям, по которым идет изменение. Однако, в целом, генеральная тенденция состоит в том, что образование должно быть максимально интегрировано, с одной стороны, с промышленностью, чтобы срок прихода квалифицированных специалистов на производство был сведен практически к нулю. Это касается рабочих и инженерных кадров. С другой стороны, максимальная интеграция кадров, наиболее развитых, с наукой. В этом случае мы сможем обеспечить приход на предприятие персонала, который способен развивать производство. Поскольку любой производственный процесс – это не только воспроизводство уже имеющихся и опознанных услуг, но это еще и обязательно развитие. Поэтому вот эти тенденции, они во всем мире таковы, они пришли к нам, и мы максимальным образом пытались сегодня развить именно вот это направление. Сегодня в рамках форума состоится семинар «Стратегия управления партнерством наук, образование и бизнес». Какие темы будут на нем обсуждаться? Вы знаете, первой темой будет создание таких инструментов партнерства между бизнесом, образованием и наукой, которые позволят со стороны промышленности формулировать заказ образованию и науки. Сегодня эти механизмы в нашей стране развиваются. Это переговорческие механизмы, это партнерские советы. Вот Евросоюз сегодня предлагает такой инструмент, как технологическая платформа. Это очень интересное явление сегодня в общественной жизни мира, которое должно обеспечить вот такое партнерство и такое сотрудничество и замыкание государственных средств, вовлекаемых на науку и образование, и приведение этих средств в бизнес через подготовленные кадры. Господин Кихер, я знаю, что вы будете также принимать участие в этом семинаре «Стратегия управления партнерством». О чем будете говорить? Господин Кихер, я знаю, что вы также сегодня в этом workshop. Вы будете сегодня поговорить? Господин Кихер, я хочу поблагодарить вас за то, что я сегодня здесь присутствую на бизнес-саммите. Это очень интересное мероприятие. Да, сегодня я буду участвовать в семинаре. И я буду говорить прежде всего о европейской технологической платформе. Это инструмент, который позволяет нам объединить образование, науку и бизнес. То есть, получается, создать такой кластер. То есть, получается, создать такой кластер. Можно назвать кластером. Ведь что такое кластер? Это означает сотрудничество самых лучших научных сотрудников и самых лучших предпринимателей, которые вместе сдают что-то новое. Что-то, такой продукт, которого еще до этого не было. Господин Кихер, расскажите поподробнее о европейской технологической платформе для корпорации науки и промышленности. Господин Кихер, расскажите поподробнее о европейской технологической платформе для корпорации науку и 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 науку. Господин Кихер, biotechnическая платформа для корпорации науку и науку и науку. Это может быть и транспорт, это может быть промышленность, это может быть и какие-то биотехнологии. Именно то, чем я занимаюсь. И эти платформы адресируют mehrere области. Это технология развития, международно- и долгосрочной технологии? Это, прежде всего, эти платформы, они действуют в различных совершенно областях, и они направлены на то, чтобы действовать долгое время. Это так называемый ноу-хау не только. Среди всех участников... Это процесс передачи ноу-хау не только внутри платформы, между ее участниками, но и между самими разными отраслевыми платформами. И это, прежде всего, профессиональное образование, о чем господин Коршун уже говорил. От профессора до учеников. То есть идет процесс от рабочего к ученому, к научному сотруднику. И что еще очень важно при том, как мы используем эти технологические платформы, это то, чего платформа достигает, должно находить применение в промышленности. Это очень важно, чтобы можно было то, чего она достигает, применить на практике. Хорошо. Георгий Алексеевич, расскажите, чем сегодня принципиально отличается модель подготовки специалистов в промышленных предприятиях от существовавших ранее? Принципиальное отличие состоит в том, что как раз мы пытаемся максимальным образом приблизить образование и прохождение и получение подготовки к обучению фактически на рабочем месте. Если речь идет о рабочих кадрах, то тогда это действительно должно быть так. До 50% времени мы хотели бы, чтобы сегодня обучение происходило на том технологическом предприятии, куда специалисты в дальнейшем придут. И это основная тенденция, основной тренд. Вот то, что мы сегодня обсуждаем технологические платформы, это набор мероприятий, это набор переговоров, это набор заседаний, которые позволяют скоординировать позиции образовательных учреждений, исследовательских учреждений и промышленности. — Ну и у меня тогда будет последний вопрос. Можно ли сказать, что в последние годы образовательный вектор повернулся в сторону подготовки технических специалистов? И если это действительно так, то не сократится ли у нас количество работников умственного труда? — Я бы сказал так, что, конечно, сегодня весь мир ожидает новую волну технического образования. Мы сегодня видим и в Соединенных Штатах, и в Германии, что интерес населения, прежде всего, к техническим специальностям достаточно высок. Это объективно понятно, потому что производство, оно представляет собой сегодня технологически развитые объекты, куда нужны люди грамотные. С другой стороны, нужно понимать, что и само население, 75%, имеет склонность, прежде всего, к техническому образованию. С другой стороны, ваш вопрос, он немножко о другом. Количество людей умственного труда не сократится, более того, их количество увеличится, потому что и в технической отрасли это, прежде всего, люди, которые занимаются проектировкой, которые занимаются инженерным трудом. Это умственный труд. И так или иначе, количество умственного труда будет возрастать. Вы прекрасно знаете, что мы попадаем в экономику знаний. Это означает, что прежде всего мы будем трансформировать знания о том, как развивать производство, трансформировать знания из академического сектора в промышленный. И вот такой сегодняшний семинар «Стратегия управления партнерством бизнеса, образование и наука», он вот очень в тренде. Это действительно будет некие новые открытия для нас, которые позволят обменяться опытом с нашими европейскими коллегами и, в общем-то, сделать нас сильнее в этом направлении. Господин Киркер, есть что добавить по последнему вопросу? Господин Киркер, у вас есть еще что-то сказать о технических и психологических учреждениях? Господин Киркер, есть еще что-то, что вы говорите, в России, в том числе и в России, в том числе и в Европе. Но я хочу еще развернуть, что, чтобы продукты и технологии реализировать, должны эти отцеплены от общества, и в том числе и в том числе, чтобы они неизвестны, чтобы мы могли бы получить новые технологии. Мы должны поддержать нас, чтобы это общественности, чтобы это общественности, чтобы это общественности и отцепление. Да, я совершенно согласен с тем, с мнением господина Коршунова о ситуации, которая происходит в России, подобная ситуация наблюдается и у нас в Германии, но я бы хотел добавить, что ведь когда мы говорим о реализации продуктов и товаров и новых технологий, очень важно, чтобы их принимала общественность. А кто объяснит общественности, почему эти продукты и эти технологии так важны? Именно научные сотрудники, умственные сотрудники, как вы говорите. И примером может быть использование генномодифицированных растений. В моем кластере мы работаем именно над тем, чтобы использовать эти растения в качестве энергии. Что ж, спасибо за ваши содержательные ответы на мои вопросы. Я напоминаю, что гостями в студии были заместитель министра образования Нижегородской области Илья Алексеевич Коршунов и председатель конституционного совета кластера промышленной биотехнологии 2021 Манфред Кирхель. Оставайтесь с нами, следите за трансляцией. Продолжение следует...